Радио-телеслушатели, сегодня в эфире я, Вероника Тамтосова, и мы обсуждаем бальные танцы. Да, сегодня Якутс готовится к международным спортивным играм «Дети Азии», ну а я, как увлечённый танцами человек, решила пригласить у нас исполнительного директора Союза танцевального спорта Республики Вячеслава Ефимова. Вячеслав, здравствуйте! Здравствуйте! И обсудить, как же готовится наш танцор. Да, вы не ослышались. Счастливая новость для всех любителей бальных спортивных танцев. Вот кто любит танцевать сам, кто любит смотреть за этим великолепным видом спорта, что танцы вошли в программу международных спортивных игр «Дети Азии». Кто у нас будет представлять Республику, как вы проходите подготовку и вообще как можно подготовиться к соревнованиям по бальным танцам? Ну, кто далёк от этого, наверное, представляет это с трудом. Мы хотим знать всё. Да, ну в первую очередь я, конечно, хочу обрадовать всех любителей спортивных бальных танцев, что, получается, наш вид спорта вернулся в состав международных спортивных игр, потому что до этого у нас с 2000 года по 2008 танцевальный спорт входил в программу игр уже и радовал своими выступлениями жителей Республики. В частности, у нас даже есть чемпионы «Дети Азии» от Республики в 2008 году, и, соответственно, мы намерены повторить подобный результат, который у нас уже был, вот, и прилагаем к этому все усилия. Сейчас у нас, получается, сформирована сборная. Как принимающая сторона Республика может выставить два состава команды. У нас, соответственно, один состав – это одна танцевальная пара, танцевальный дуэт. Вот, и они являются командой, такой мини-командой. У нас первый состав вошли, получается, Данилов, Орлхан, Мазанова, Милослава. И второй состав, вторая команда у нас проводят Тимофей и Фёдорова Анита. Что мы увидим? То есть, понятно, кто знаком немножко представляет себе, что это 10 танцев, что это латиноамериканская программа и программа стандарта. Кто незнаком, мы сейчас быстренько поясним, что, господа, у нас спортивные и бальные танцы делятся. То есть, это европейская программа – это 5 танцев. И динамичная, что всем зажигательное нравится, это латиноамериканская программа – тоже 5 танцев. В какой возрастной категории и что мы сможем посмотреть? Возрастная категория у нас, получается, в соответствии с положением игр – это дети в возрасте 14-15 лет. Соответственно, у нас по правилам танцевального спорта эта категория называется юниоры-2. Это очень зрелищная категория, потому что дети ещё, получается, в детском возрасте находятся, в юниорском, но уже могут демонстрировать зрителям максимально красивые костюмы, которые допускаются правилами танцевального спорта. В европейской программе – это длинное платье с любыми украшениями, со стразами. Мальчик выступает, соответственно, во фраке. В латиноамериканской программе тоже получаются очень красивые и насыщенные костюмы, яркие. Я немножко перебью. Вот сейчас вы как раз юниорскую категорию последние видели, последние кадры. Вот такое платье – это была юниорская категория, как раз примерно возрастная группа, которую мы увидим на соревнованиях. Я просто отвлеклась как раз, чтобы указать зрителям, потому что вы показывали взрослых, совсем детей, и вот это была юниорская категория. То есть это подростки у нас, да? Да, это подростки. К сожалению, я не видел кадр, но ребята, которые сейчас у нас попали в команду, они сейчас выступают по предыдущему возрасту, 12-13 лет. Соответственно, у них еще костюмы в следующей вестерсной категории, они будут еще красивее, еще краше, еще более зрелищными. И к нам приедут, соответственно, наши гости. Традиционно, получается, к нам приезжают команды и из России, и из других регионов, Приморье, Москва, по-моему, если не ошибаюсь, Татарстан. Традиционно к нам приезжают тоже пара очень хорошего ведущего уровня по России, и мы сможем увидеть фактически лучших танцоров России и по возможности мира. Конечно, у нас в текущей ситуации, может быть, мы не увидим гостей из некоторых стран, которые откажутся участвовать, но мы надеемся, что представительство будет очень хорошим, особенно азиатского региона нашего, и надеемся укрепить за счет этого и международные связи с другими федерациями. Ну, я знаю, что подготовка ведется активно, то есть ребята, которые выбраны, являются чемпионами республики, это понятно, и финалистами Дальнего Востока, насколько мы понимаем, да? Расскажите подробнее, вот как вообще проходил отбор, то есть где ребята представляли республику и какие примерно достижения у них уже на данном этапе имеются? Да, ребята являются финалистами Дальневосточного федерального округа, они показали наилучшие результаты на всероссийских соревнованиях из всех пар данной возрастной категории от нашей республики. Становились на очень престижных соревнованиях, это соревнования по уровню, соответствуют первенству России, вот в возрастной категории своей, в категории так называемой у нас в танцевальном спорте до С-класса, ребята занимали первое место по России. Вот как раз, дорогие телезрители, вы имеете такую возможность посмотреть на фотографии, это вот как раз первый состав у нас победителя, да? Да, возрастной категории своей и до С-класса. Наших ребят будет готовить вице-чемпион мира Лопатин Павел Леонидович. Наша федерация под руководством Людмилы Валерьевны Николаевой пригласили этого тренера для того, чтобы он подготовил нашу сборную максимально качественно, максимально хорошо к предстоящим играм. Ну, то есть он приезжает и у нас, да, тренинги проводит, получается, ребята к нему ездят, да, и заодно, я так понимаю, участвуют в Москве на соревнованиях текущих, чтобы обкатать, так скажем, программу. Да, в этом состоит такое определенное удобство, то, что тренер непосредственно живет в Москве, и по нашему приглашению он приезжает сюда, в Якутск, проводит мастер-классы здесь, в Якутске, для танцевальных пар, не только сборной, но и других клубов, которые могут присоединиться к ним. И когда ребята едут в Москву на соревнования, соответственно, он с ними занимается там, в Москве, максимально их готовит и настраивает для больших соревнований, больших турниров, и вместе с ними, соответственно, участвует во всех крупных соревнованиях. Ну, я так понимаю, подготовка же идет не только в плане спортивной, то есть не только танцевальная подготовка, но и всесторонней, то есть укрепляются так же физические данные спортсмену. Мы знаем, что тренинги вроде и в плане растяжки совместно с Федерацией гимнастики проводятся какие-то тоже занятия, ну и общая физподготовка. То есть что нужно вообще, какие данные нужно иметь спортсмену, чтобы заниматься бальными танцами, быть чемпионом? Потому что все думают, танцевать это легко, ну так красиво, легко, парят по паркету, вроде бы все замечательно, но никто не задумывается, что 10 танцев каждый по полторы минуты, ну это довольно-то продолжительное время, особенно, что заходы начинаются, по-моему, с 1.32, если не ошибаюсь, крупных турниров. Да, самые крупные турниры, это, конечно, очень большое физическое испытание для спортсменов, потому что соревнования начинаются очень рано утром, для того, чтобы успеть за один соревновательный день максимальное количество танцоров охватить. На данный момент у нас Всероссийская Федерация уже выставляет ограничения по количеству участников в возрастной категории. Да, спортсмены начинают там с 1.32 финала, выходят, танцуют там сначала 4 танца, потом, если они прошли дальше в следующий тур, еще раз выходят, еще раз 4 танца танцуют, соответственно, это очень большой поток танцоров, целый день они проводят на соревновании, там же и отдыхают, спят, кто может, соответственно, восстанавливают свои силы, как возможно, чтобы продержаться до конца. То есть ребята, которые танцуют в финале больших всероссийских соревнований, они, получается, исполняют всю свою программу шесть раз. Ну, это минимальное количество, если все-таки речь о 1.32. То есть представляете, какая колоссальная нужна физическая подготовка, и вот тоже имеем представление, что ее готовят также с точки зрения иных спортивных, то есть ребята и кроссфитом занимаются, и растягиваются. То есть танцы – это не просто только исполнение хореографических па, но и большая такая физическая нагрузка. Вот, дорогие зрители, ну, то есть мы имеем такой комплексного здорового ребенка, всесторонне развитого, что мы и видим потом в прекрасном исполнении. Давайте вернемся к играм «Дитя Ази». Вот там мы увидим 10 танцев в таком же режиме, и они будут проходить в течение одного дня турнирного, да, получается? Да, у нас согласовано по графику один соревновательный день. Ребята будут соревноваться в так называемом двоеборье, то есть они будут танцевать и европейскую программу, и латиноамериканскую программу. Соревнования обещают быть очень насыщенными. Сейчас совместно с Федерацией Всероссийской мы готовим нашим зрителям, хотим подготовить сюрприз и представить наш вид спорта во всей красе. Я думаю, что все, кто смогут присутствовать на данных соревнованиях, будут очень приятно удивлены тем событиям, которые мы будем представлять. Такая интрига, мы так ждем. Но мы хотим еще отвлечься немножко, потому что у нас это событие будущего года. Мы знаем, что в этом году тоже очень большое событие, уже, можно сказать, ежегодное будет проходить у нас в Мирном. В прошлом году это был Триколор. Какие-то кадры уже наши уважаемые режиссеры показали. Большое событие. Приезжали чемпионы мира в республику. Расскажите, пожалуйста, об этом. То есть, что подготовка, в принципе, началась еще с прошлого года. Вот как раз эта идея, она направлена на реализацию такого долгосрочной подготовки наших спортсменов уже к играм. Расскажите, что за мероприятие, как оно проходило, и самое главное, кто приезжал. Потому что кадры шикарные, когда ты смотришь, ты с трудом веришь, что это республика, что это не где-то там в Москве. Да, у нас получается, благодаря активности нашего президента союза, Людмила Валерьевна Николаева, у нас очень тесные, хорошие связи со Всероссийской Федерацией. И в прошлом году мы впервые провели такой уникальный проект в городе Мирном, его реализовали. К нам приезжали, получается, 12 лучших пар России, которые на одном паркете танцевали с детьми, которые занимаются здесь, в республике, дети состояли в одной команде с представителями финалов, финальных соревнований, всероссийских соревнований. Они состояли в одной команде с ними, то есть мы их всех путем жеребьевки разбили на три команды. Соответственно, синяя, белая и красная, что символизирует наш национальный флаг России. И ребята, соответственно, в таком составе друг с другом соревновались. Конечно, это была больше дружеская встреча, чем спортивные соревнования, но ребятам удалось прочувствовать всю такую спортивную борьбу между собой. Они и соревновались, и поддерживали одновременно друг друга, поддерживали своих коллег, которые выступают с ними в одной команде. И получилось очень уникальное мероприятие, которое, надеемся, будет продолжаться у нас ежегодно. Ну, в этом году мы ждем это мероприятие также в Мирном, так что жители Мирного, мы вам искренне немножко завидуем, потому что проводится именно на той площадке. Примерно в каких датах? В ноябре, в декабре? Когда это будет? Чтобы проанонсировать? Да, дата у нас будет, скорее всего, с 1 по 3 декабря. Будет определенный комплекс мероприятий, которые нам проведет Всероссийская Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. И мы хотели бы, наверное, выразить большую благодарность нашей Всероссийской Федерации, ее президенту Ярастовой Надежде Викторовне за то, что она помогла и реализовала данный проект. В этом году он, конечно, немножко поменяет свой формат, но для зрителей это будет очень шикарное шоу. Мы, соответственно, всех ждем, всех жителей города Мирного, гостей города Мирного посетить данное мероприятие, если они будут в эти сроки в городе. Потому что это будет такое событие года для города Мирного, для республики в целом. Обязательно будет прямая трансляция, и, соответственно, все смогут к ней присоединиться, потому что даже по видео можно прочувствовать какое-то шикарное и зрелищное мероприятие. Ну, речь, уважаемые зрители, радиослушатели, идет о том, что вы увидите, если вы будете в Мирном, то увидите вживую выступление чемпионов России, чемпионов, возможно, вице-чемпионов мира, смотря кто приедет. Ну, в любом случае, это будут шикарные костюмы, это будут великолепные исполнения. То есть, если вы любите танцы, неважно, даже речь идет о спортивных бальных танцах или просто танцах, ну, это будет потрясающе. Тем более, что ребята привозят сюда и шоу какие-то, да, номера. То есть, если там ожидается более такая концертная программа, то, скорее всего, мы какое-то шоу, возможно, увидим. Мы с нетерпением ждем тоже этого события. Что касается соревновательных моментов, мы, наверное, ждем в конце года в Якутске какой-то чемпионат. Тоже, вот, наверное, многие захотят увидеть команду, которая будет представлять республики на паркете. Такая возможность нам представится, надеюсь, да? Да, мы сейчас как раз планируем проведение республиканских соревнований в декабре этого года в городе Якутске с привлечением независимого судейства, которое приедет к нам оценивать наших танцоров. Соответственно, хотим пригласить всех радиослушателей, всех, кто нас сейчас смотрит, посетить это событие. Мы обязательно будем публиковать информацию о мероприятии, о дате его проведения и месте его проведения. Соответственно, вы сможете увидеть лучших танцоров нашей республики на этом мероприятии, сможете погрузиться в мир танцевального спорта и поболеть за тех, кто вам больше всех нравится. Ну, мы вот проанонсировали немножко, что у нас в преддверии международных спортивных игр, да, какая команда готовится, как она усердно готовится, да. Рассказали о том, какие мероприятия в преддверии этих игр проводилось для того, чтобы усилить нашу команду, чтобы ребята протанцевали на большом паркете, то есть они активно сейчас выезжают, сейчас, по-моему, тоже скоро будут находиться на сборах. Ну, а вообще, хотелось бы вновь вернуться вообще к бальному танцу. Ну, почему? Почему? Наверное, потому что многие родители, сейчас у нас осень, самое время определяться с будущим малышей, то есть кто у нас пошёл в садик и скоро пойдёт, кто у нас пошёл в первый класс и тоже теперь определяется с кружками, поэтому хочется разобраться, что такое спортивный бальный танц. Вы вот, Вячеслав Геннадьевич, сколько занимались танцами до того, как... Кстати, сейчас Вячеслав Геннадьевич у нас тоже тренирует, такой анонс небольшой. Помимо того, что является исполнительным директором Союза танцевального спорта, кто не слышал, повторно говорим, что у нас в гостях сегодня исполнительный директор Союза танцевального спорта Республики. Вот, Вячеслав Ефимов. Итак, во сколько вы пошли на танцы? Я пошёл на танцы очень поздно. Почему? Ну, ввиду того, что, во-первых, до этого, наверное, родители не были в курсе о том, что у нас в городе есть бальные танцы. И вот, когда мне было уже 10 лет, то есть я заканчивал третий класс учиться, меня позвала девочка из класса для того, чтобы встать с ней в пару и пойти танцевать бальные танцы. На тот момент у нас в Якутск впервые приехали преподавать основатели, наверное, танцевального бального танца в Республике. Это Мамалыга Василий Александрович и Мамалыга Татьяна Васильевна. Вот они первый год набирали здесь детей, и вот мы узнали, что есть такие бальные танцы, и вместе с партнёшами пришли заниматься. Всего я протанцевал бальные танцы именно как спортсмен 11 лет, посвятил этому. Ну, давайте сразу раскроем секрет. До какого возраста вот каждая просто спортивная карьера гимнастов достаточно короткая, то есть они там в 20 небольшим заканчивают, там футболисты попозже. А вот танцоры во сколько заканчивают? Ну, вообще танцоры, наверное, если в среднем по России посмотреть, то заканчивают танцевать достаточно в таком хорошем возрасте, там 35 лет, 38 лет. Это был вопрос с подвохом, дорогие зрители. Почему? Потому что я вам открою такую небольшую тайну, что Вячеслав Геннадьевич до сих пор танцует. Может быть, он не походит на паркет как спортсмен. Мы попозже наших режиссеров попросим включить видео. Мы тут небольшой флешмоб осенью проводили. Но на самом деле, почему это ещё тоже информация для родителей, да, то есть если вы сомневаетесь в виде спорта, у вас есть возможность потанцевать самим. То есть самим понять, насколько работают мышцы в этом виде спорта, самим понять, насколько это удобно, интересно, захватывающе. Почему? Потому что есть хобби-класс. То есть, в принципе, помимо класса-хобби, да, есть ещё вообще спортивный класс. Это класс сеньоры, который, по-моему, самая большая возрастная категория у нас к сеньоры 4, по-моему, 3. А, ну то есть, ну, в общем, лет до 70, господа, вы можете танцевать. То есть это был такой вопрос с подвохом. Шлава Геннадьевич просто скромно сказал нам о спортсменах до 35. Это профессиональный спорт, это всё-таки категория взрослые. Взрослые профессионалы на международном уровне танцуют все категории. Гранд сеньоры тоже, в принципе, танцуют. Но вот основные спортсмены, да, вот где-то до 35, до 30, наверное, 7 лет. Итак, у нас просто осталось не так много времени, мы уйдём на рекламу. Не отключайтесь. Напоминаю, что мы сегодня обсуждаем бальные спортивные танцы со всех сторон, то есть обсуждаем их видение на международных спортивных играх. Но и после рекламы обязательно к вам вернёмся, чтобы рассказать о том, почему нужно заниматься бальными спортивными танцами и что это отличный вид спорта, если вы боитесь травм. Всё, не переключайтесь, присоединяйтесь к нам после рекламы. Итак, всем добрый вечер. Это «Якутск. Сегодня». Мы сегодня обсуждаем бальные спортивные танцы. Точнее, спортивные бальные танцы, прошу прощения, но я так сразу посмотрели. Ну, от перестановки не слагаемых не меняется, но для профессионалов разница есть. И сегодня у вас в гостях исполнительный директор Союза танцевального спорта Республики Вячеслав Ефимов. Всем ещё раз добрый вечер. Ну, мы в первом блоке поговорили о международных спортивных играх «Дети Азии», о том, что танцевальный спорт вернулся, это всё здорово. Но именно второй блок мы хотим посвятить в принципе спортивным бальным танцам как не только дисциплине, но и как способу развития ребёнка. Человек, который у нас занимался достаточно долго сам, и поэтому мы хотим спросить. Вам вот с высоты уже того, как вы занимались, были профессионалом, который выступает на различных площадках, теперь уже тренер, теперь даже руководитель, можно сказать, направления спортивных бальных танцев в Республике. Что дали спортивные бальные танцы? Потому что родители, когда выбирают, сейчас очень огромный выбор просто различных секций. Почему нужно выбрать именно этот вид спорта? Ну, прежде всего, танцора, конечно, всегда выдаёт осанка. Те, кто занимаются бальными танцами, они, соответственно, танцоров узнают издалека. Со спины, по походке. Это люди, которые много занимаются, развитая координация, хороший мышечный корсет. Координация помогает детям во многом. Не только в каких-то проявлениях физических, но и за счёт развития моторики, как мелкой, так и крупной моторики, развиваются и нейронные связи. Дети лучше учатся. Если мы сравним детей, которые занимаются бальными танцами, успешно занимаются бальными танцами, то, как правило, они очень хорошо учатся в школе. Мы это, конечно же, связываем с тем, что наши бальные танцы развивают ребёнка не только физически. Не сразу так по секрету, что второй состав команды на международных играх учатся в физико-техническом лицее. Ну, кто? Городские родители сразу такие, ага, понятно. Ну, на самом деле, хочется спросить, во сколько лет нужно отдать ребёнка, чтобы он успешно занимался, чтобы вот сразу это не было какой-то сильной нагрузкой, потому что некоторые виды спорта говорят, побольше отдавайте, другие там, чуть ли там, не в три года на гимнастику отдайте, чтобы сразу хорошо растягиваться. Вот спортивные бальные танцы во сколько лучше отдать? Ну, я считаю, что именно программой танцевального спорта, которая именно спортивная, лучше начинать заниматься где-то лет с пяти-шести. Но развивающими видами танцев можно заниматься и раньше, с трёх-четырёх лет, когда с детками работают педагоги, хореографы, учат их слушать музыку, учат их двигаться, не стесняться своих движений. Это, конечно, только приветствуется. Дети, которые приходят уже после какой-то начальной танцевальной подготовки, когда они приходят именно в спортивный клуб заниматься спортивными танцами, соответственно, их уже сразу видно среди тех детей, которые до этого не занимались. Вот. Ну и в принципе, если основываться на своём собственном опыте, я сам пришёл в танцы поздно, есть дети, которые приходят и в 10, и в 11 лет. Есть примеры, когда люди приходили в танцевальный спорт очень поздно, там, лет в 17-18 лет и достигали высоких результатов. И становились чемпионами России среди профессионалов по взрослым категориям. Вот. Поэтому, ну, при желании… То есть, получается, ограничений нет, но желательно отдать пораньше. Чем раньше вы отдаёте ребёнка, тем больше вероятности того, что спортивные достижения у него появятся гораздо раньше. И может быть такая ситуация, что, ну, дети, когда начинают танцевать, начинают ходить на соревнования, очень сильно расстраиваются, то, что они там не занимают те места, на которые они сами рассчитывали. Вот. Поэтому, соответственно, чем позже вы отдаёте, тем сложнее вот именно спортивный путь для ребёнка. Скажите, пожалуйста, ну вот смотрите, часто мы слышим такое, да, что там боксёры прекрасно танцуют. То есть, это вот для тех, кто считает, что спортивные бальные танцы это исключительно женский спорт. Это абсолютно не так, что смокинги, мне кажется, молодые люди выглядят вообще шикарно, да. Вот. Сейчас режиссёров попросим ещё раз там прокрутить наш флэшмоб с вами. Мне удалось поучаствоваться. Вячеслав Игнатьевич меня скромно пригласил осенью поучаствовать в флэшмобе на улице города Якутска. Мы его посмотрим. Да и к чему? Потому что в смокинге выглядят все шикарно. А во фраке, который танцевальный, тоже все выглядят прекрасно. Это вот для тех, кто сомневается, что молодые люди как-то не так выглядят. Вот мы сейчас кадры можем видеть. То есть, прекрасно это всё выглядит. И, кстати, окружающие тоже очень положительно на это всё реагировали. То есть, это всё-таки же спорт и для мальчиков, мне кажется, очень полезный. В чём потом может реализовать себя мальчик? Ну, потанцевал, например, не пошло. Вот эти навыки ему в каких-то видах спорта пригодятся? Ну, во-первых, танцевальный спорт – это эстетический вид спорта. У нас, в принципе, для мальчиков, ну, вот именно эстетических видов спорта их, ну, не так много. По опыту сейчас работы в художественной гимнастике я знаю, что есть направление там сейчас в художественной гимнастике для мальчиков. Ну, и, в принципе, и, наверное, ещё чердидинг может быть. И акробатический рок-н-ролл. Вот. И не такой большой и выбор. Вот. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши дети развивались эстетически, были подтянутыми, умели слушать музыку, умели общаться с противоположным полом, соответственно, выбирайте бальные танцы, выбирайте эстетические виды спорта для ваших детей. Кроме того, мальчики у нас, ну, они развиваются прежде всего как мальчики, потому что их все тренировки, все занятия проводятся в обществе девочек. Соответственно, они учатся и общаться с ними, и правильно обращаться. И всё это происходит под наставничеством их руководителя, тренера. И, соответственно, дети учатся работать в этой команде, существовать в ней. И это очень хорошая жизненная школа на будущее. То есть культура поведения, культура реализации себя в обществе, это тоже танцы хорошо прививает. Плюс ещё культура внешнего вида, соответственно, тоже мальчики у нас, ну, особенно в подростковом возрасте, у них начинаются увлечения, там, может быть, какими-то неформальными движениями. И, соответственно, там они могут перестать следить за собой. Вот. Те, кто занимаются бальными танцами, соответственно, они тоже выделяются из этой массы тем, что мальчики у нас любят хорошо одеваться, правильно, быть всегда опрятными, быть вежливыми. Ну, по-другому на тренировки просто не допускают. Всё равно. Ты вынужденный на тренировке быть опрятным, красивым, ну, в меру нарядным с учётом, там, тренировочной формы. Вот теперь мы подходим к самым насущным проблемам. Считают, что танцевальный вид спорта очень дорогой. Вот на начальных этапах это правда так дорого? Ну, как вы оцениваете? Ну, для меня за эти все годы, конечно, я не раз сталкивался с таким мнением у людей. И каждый раз при возможности я, конечно, пытаюсь людей в этом переубедить. Во-первых, на начальном этапе наш вид спорта, он не дороже, чем все остальные. Ну, особенно, если сравнить, там, не знаю, с хоккеем. Там, экипировка раз в год меняется, которая стоит, там, под 50 тысяч рублей. И это, начиная, там, с пятилетнего возраста, там, клюшка за 10 тысяч рублей, там, на два месяца. Так что те затраты совсем не сравнимы с нашими. Дети на начальном этапе, они соревнуются, соответственно, в соответствии с правилами танцевального спорта. У них есть правило костюмчика. Девочки выступают в так называемых рейтинговых платьях. Они очень простые по крою, простые без излишеств, без специальных украшений. То есть это простое, простое, очень ровненькое платье, однотонное. И, там, его пошив не вызывает каких-то таких финансовых затрат безумных, которые себе представляют люди. Танцевальная обувь у нас, она тоже специализированная. Но, во-первых, она очень хорошего качества и очень крепкая. То есть дети не вытанцовывают ее до такого предела, чтобы ее нужно было после этого выбрасывать. Приобретается она, соответственно, у детей это одна обувь. Им нужно один комплект туфель для того, чтобы выступать. В последующем, когда ребенок уже растет, развивается в этом виде спорта, переходит в более взрослые категории, с 12 лет костюм может становиться уже более интересным. Можно сочетать разные цвета тканей, использовать какие-то небольшие, но украшения. И тоже эти платья, эти костюмы, они не настолько дорогие, чтобы были неподсильны среднестатистической семье. По-настоящему, наверное, дорогие костюмы в исполнении, они требуются с 14 лет. В 14 лет это уже танцоры должны быть достаточно маститые для того, чтобы выступать по максимально возможной программе для данного возраста. И да, там костюмы начинают стоить уже гораздо дороже, но к этому возрасту вы уже приходите в осознанном состоянии, сколько это стоит, как потянет ваш бюджет или нет. А на начальном этапе вхождения в танцевальный спорт, оно не такое дорогое, как все себе представляют. Уважаемые зрители, радиослушатели, хочется также подчеркнуть, что речь все-таки идет именно о тех, кто вот прям хочет спортивных больших достижений, то есть 14-15 лет. У нас есть, в принципе, хобби-классы, которые выступают, которые соревнуются в хореографических направлениях. Возможно, мы интересовались процессом, возможно, появится у нас ансамбль некий танцевально-спортивных, бальных танцев, тоже рассматривается союзом такой вариант. То есть все равно вот этот спорт, он приоритетен чем? Это вот есть такое понятие, как группа здоровья в фигурном кантане. Вот здесь такой таковой группы не существует, мы так понимаем, но в принципе существуют спортсмены, которые занимаются, они прекрасно танцуют, они выполняют программу 10 танцев, но они не направлены на именно спорт высоких достижений. То есть это дети, которые имеют возможность себя реализовать, но которые не должны, у них не требуется таких больших затрат на какие-то индивидуальные занятия, индивидуальные костюмы. Я так понимаю, что вполне такое возможно. Да, это возможно, это практикуется даже. Да, у нас нет такого понятия, как группы здоровья, но у нас занимаются дети, получается, разного уровня подготовки. Есть дети, которые даже приходят в 13-14 лет заниматься, соответственно, им тоже не требуются максимально дорогие костюмы, как для уже спортивных достижений. И, соответственно, они могут выступать тоже в рейтинговых платьях, могут выступать по меньшей программе танцев для того, чтобы в дальнейшем развиваться. Ну, это всё направлено к чему? Хочется просто развеять немножко миф о том, что вот вы должны прийти обязательно в 4 года, вы непременно должны готовиться к большим затратам, вы непременно должны выезжать, достигать каких-то неимоверных результатов. То есть вполне можно заниматься этим красивым видом спорта для себя. И также хочется подчеркнуть, что, в принципе, и взрослые занимаются. То есть есть какие-то мероприятия, 9 мая, балл победы, прошу прощения, вальс победы. Ещё какие-то мероприятия. Вообще, сколько клубов на данный момент на территории республики существует? На территории республики у нас сейчас существует 11 клубов, которые представляют наш союз. Мы находимся в городе Мирном, город Ленск, город Нерингри, село Майя. У нас в этом году открылось отделение в Дю США в посёлке Житай. Соответственно, у нас есть в городе клубы, которые работают с детьми, со взрослыми. Поэтому вы можете обратиться в любой близлежащий от вас клуб, в котором вам будет удобнее заниматься. И привезти своего ребёнка записать на занятия. В этом году мы активно работаем со школами. По инициативе нашего президента Людмилы Николаевой ведётся работа по развитию инфраструктуры для танцевального спорта. И мы приняли в союзе у себя решение, что мы будем в первую очередь продвигать занятия для детей в школах. Во-первых, это удобно для учеников и родителей, что дети могут заниматься в одном здании. Они пришли в школу обучиться и остались на занятия по бальным танцам. Сейчас мы работаем со второй школой, с пятой школой, с восемнадцатой школой. С прошлого года десятая школа у нас работает. Поэтому приходите, записывайтесь. В сентябре этого года у нас открылось ещё отделение в нашей новой школе в городе Якутска номер 39. Тоже мы открыли кружок бальных танцев. Сейчас активно ведётся набор и уже начались первые занятия. Ну, я знаю, что также есть соревнования даже для школьников. То есть они не просто как уроки хореографии проходят в школах, но и соревнуются как-то. Вот об этом направлении мне не очень известно. Можно сразу родителей подготовить, что они соревнуются, по-моему, даже в школьной форме. Да, у нас есть такое направление. Мы решили немножко разнообразить школьную жизнь, чтобы ребятам было интересно, чтобы они, занимаясь в школе у себя, не попали сразу на соревнования с уже такими именитыми спортсменами нашей республики, чтобы они соревновались с детьми своего уровня. Соответственно, делаем специальные турниры для школьников, которые занимаются при школе и в рамках дополнительного образования для детей. Сделали специально для этой группы танцоров щадящие правила костюма. У нас, в принципе, предусмотрено даже правилом танцевального спорта, что начинающие дети могут выступать в очень-очень простых костюмах, которые у нас, в принципе, соответствуют школьной форме. Соответственно, там мальчики черные школьные брюки, школьные ботиночки, школьная рубашка. Девочки тоже выступают, соответственно, черный низ, белый верх. Волосы хорошо убираем, чтобы прическа соответствовала правилам танцевального спорта. И это тоже снижает такой финансовый порог для родителей, для вступления в танцевальный спорт. Ну, у нас немножко времени осталось, и хочется спросить. Вот с теми, кто желает заниматься спортивными бальными танцами, мы разобрались. Родителям мы, надеюсь, все более-менее прояснили про стоимости, куда можно пойти. Вот если вдруг хореографы захотят обратиться, могут ли, потому что в районах не во всех представлены спортивные бальные танцы, могут ли они куда-то обратиться и отучиться, и начать сотрудничать с союзом танцевального спорта? Да, мы сейчас тоже рассматриваем такие варианты развития нашего спорта. Мы открыты к сотрудничеству к нашим районам. Можно обратиться в наш союз. Мы можем назначить кураторов, более опытных тренеров, которые находятся в Якутске, в Ленске, в Мирном, в Нерингре, кто непосредственно к вашему району будет ближе, для того, чтобы они подготовили хореографов, дали им необходимые инструменты для работы, и, соответственно, союз тоже готов поддерживать дальнее начинание. Можем даже поддерживать, наверное, на уровне студентов, которые хотели бы заниматься танцевальным спортом. Спасибо большое, Вячеслав Геннадьевич, что пришли. Напоминаю, что у нас в гостях был исполнительный директор союза танцевального спорта. Надеюсь, что мы все вам, что смогли, рассказали о спортивных бальных танцах. Обязательно присоединяйтесь к нам, танцуйте, вдохновляйтесь, приводите детей. Ну и еще не один раз встретимся и расскажем много всего интересного. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова